добрый вечер дорогие друзья дорогие пользователи канала сегодня вторник 4 апреля 23 года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем разговор о политике только что европейские телеканалы начали обсуждение того что происходит в зале суда где идет уголовный процесс над 45 президентом сша дональдом трампом трамп это не просто 45 президент это лидер оппозиции это лидер республиканской партии вероятный кандидат в президенты на выборах двадцать четвертом году и конечно же не лидер консервативного движения мага make america great again давайте сделаем америку опять великой поэтому то что происходит сейчас сша чрезвычайно взволновало европейских политических комментаторов и они не намерены даже скрывать своих эмоций по этому поводу сейчас мы об этом поговорим к сожалению в зал были допущены только пять фотографов не был допущен ни один телеканал вы представляете сколько телеканалов сколько корреспондентов репортеров были направлены для того чтобы освещать этот исторический процесс над лидером оппозиции но увы были допущены только пять фотографов и только на несколько мгновений но тем не менее эти кадры уже разлетелись по всему миру и мы видим какая напряженная обстановка в зале с каким осуждением смотрит в объектив президент трамп незамменно это взгляд направленный его оппонентом рядом с ним его адвокат джо токопина как узнаете это чрезвычайно удачливый адвокат он был блистательным прокурором и ему удалось победить в тридцати девяти из сорока процессов но после этого как пишет про демократическая пресса он сменил ориентацию но в юридическом плане и вместо того чтобы сажать преступников за решетку он соблазнился мега гонорарами и стал их спасать от тюрьмы то есть вы понимаете к чему они клонят эти авторы статьи но тем не менее действительно токопина это блистательный адвокат и конечно сторонники президента трампа надеются на то что он не позволит этому процессу принять болезненные формы хотя сам по себе он уже является полезным по крайней мере для тех кому дорога демократии в европе потому что он воспринимается исключительно как процесс в стиле вышинского когда сначала нашли неополитического оппонента а потом ему начали шить дело именно так и сказал глен бек известный консервативный у меня комментатор он сказал что америка ему сейчас напоминает эпоху как он выразился эпоху бери который подгонял дела под политических оппонентов то есть он говорил о том что главное чтобы был человек отдела всегда найдется я еще раз повторюсь я не знаю говорил ли настоящий бери на такую фразу но эту фразу ему приписывают и гленд бек говорит о том что это были страшные чудовищные времена которые теперь пришли и в сша потому что он воспринимает это как смерть демократию он говорит о том что это уже тоталитарные признаки и я не буду сейчас пересказывать всего что говорят американские консервативные комментаторы действительно они очень взволнованы потому что это нарочито нарочито политический процесс можно сказать что европейские комментаторы также взволнованы особенно французские я напомню вам что статуя свободы которая украшает нью-йорк подарили американцам именно французы поэтому то что происходит сейчас сша весьма и весьма дорого и близко их сердцу то есть они сопереживают тому что происходит там и вне зависимости от того как они относятся к президенту трампу в основном комментаторы опечалены обеспокоены тем что происходит потому что большинство из них считают что это инструментализация правосудия для сведения счетов со своим политическим оппонентом или для вывода из политического поля могущественного противника как мы уже неоднократно об этом говорили безусловно 34 пункта обвинения это серьезно и в общей сумме общей сложности они должны потянуть на четыре года заключения возможно с президентом трампом хотя заключить договор о том что он оставит политику и таким образом в обмен он не сядет но как мы знаем он настроен на борьбу и его поддерживает вся республиканская партия губернатор а флориды рон де сантис уже заявил о том что он не позволит экстрадировать президента трампа из флориды он не позволит этому случиться действительно сторонники президента трампа очень обеспокоены тем что его могут посадить американские тюрьмы не безопасны особенно для политических заключенных я еще хотела бы об этом отдельно поговорить что творится в американских тюрьмах хотя официально нельзя применять пытки по отношению граждан сша но тем не менее на деле все происходит несколько иначе и тому немало доказательств поэтому у сторонников президента трампа немало опасений того что его здоровье скажем может резко ухудшиться если он окажется в заключении на тем более что вы видели какие суровые нравы у американских судей и прокуроров я предлагаю вам вспомнить что сделали с французским политиком кандидатом в президенты франции штросканом как с ним расправились с пожилым человеком у которого на самом деле слабое здоровье он страдает от многих хронических заболеваний в какую тюрьму его бросили как это все было поэтому мы можем с уверенностью сказать что когда речь идет о политике то в сша это как говорится игра без правил поэтому у сторонников президента трампа есть все основания беспокоиться и так несмотря на это беспокойство и это даже тревогу не предполагается что все равно сегодня президент трамп вернется маралага сегодня не будет как я говорила вертикального старта но то есть умный судья будет медленно разыгрывать свою партию и конечно очень многие надеются на то что адвокат токопина сможет попытаться вывести этот процесс из этого округа и перевести его в другой где хочет нейтральный судья который не будет по словам президента трампа его ненавидеть мы об этом поговорим отдельно как это может выглядеть реальный такой сценарий существуют разные оценки конечно это не просто так что судебный процесс идет именно в этом округе именно с этим прокурором именно с этим судьей у которого совершенно железная хватка но я думаю что он в этот момент самое главное это то что партия сплотилась вокруг президента трампа и конечно то что эти события в мире получают крайне негативную оценку потому что комментатор говорят о том что если бы это случилось в какой-то другой стране то американский конгресс то сенат уже бы требовали вмешательства они бы уже требовали постановления демократии когда над лидером оппозиции идет уголовный процесс никто из серьезных комментаторов не верит в то что трамп действительно совершил право нарушения если он и совершил какое-либо нарушение это проступок или это нарушение административного характера за которое возможно уплата штрафа то есть если бы это был обычный гражданин то скорее всего это вообще бы не было замечено но вы знаете что президент трамп необычный человек необычный гражданин и вот так любят его избиратели а потому что он является символом американца американца который борется за свои права он борется за свои интересы мы еще будем говорить что символизирует президент трамп и почему его так ненавидят глубинное государство я надеюсь что вам был не не безинтересен этот сегмент если да пожалуйста не забывайте ставить лайки не забывайте писать слова благодарности блогеру подписываться на мой канал я благодарю всех тех кто принимает участие в дискуссии пожалуйста не забывайте писать первым словом откуда вы чтобы а не забыть бы чтобы сразу было понятно в каком контексте вы находитесь тем чтобы оценить суть вашего комментария и также отдельно я благодарю всех тех кто делает донаты моему каналу на развитие спасибо вам большое за ваш элегантный жест и дорогие друзья канала я жду ваших реакций спасибо за просмотр! Продолжение следует...